Не сложилось никакого другого народа, который претендовал бы на страну Израиля. Но это сейчас сложилось, он еще не народ. Чтобы народ сложился, для этого нужно пройти несколько веков. Тогда это чувство устойчивое в поколениях. Конечно, его можно создать, его пытаются создать за последние сто лет, но все-таки до этого еще сильно-сильно далеко, до того, чтобы его создать. Понимаете, создать народ, это не значит, что кто-то декларирует себя народом, что он так запишется, это такое современное представление, что идентичность каждого, это как он себя назвал. Назвал он себя народом, значит он народ. То есть нет других критериев идентичности. И тогда это вообще принадлежность к постмодернизму. В постмодернизме идентичность человека устанавливается на основании его собственных заявлений. Вплоть до, не знаю, его пола, что считают он себя мужчиной или женщиной, и поэтому он таким является, а вовсе не тем, кто является биологическим. Я не хочу сказать, что это вообще не имеет никаких оснований. Конечно, те люди, которые так говорят, у них психическая склонность к этому, конечно, у них идет психическая склонность, иная, чем физическая склонность, физическое устройство. Но это как бы вторично, это все-таки отдельные мои случаи, исключительные. А в принципе, вся идентификация идет по самоназванию. Ты считаешь себя американцем, значит ты американец. Ты считаешь себя там французом, другие не считают себя французом, значит ты француз. То есть, признание другими даже меньше. Тоже есть, но чем дальше в постмодернизм, тем больше обязаны признавать, окружающих меняется в моральное обязательство признавать ту идентичность, которую человек сам себе приписывает. Теперь, в то время как, конечно, на самом деле идентичности это совсем не это. Дело в том, что идентичность это не то, как ты себя называешь, именно потому что идентичность это то, что устойчивое, то, что сохранится в ситуации кризиса, то, что сохранится в ситуации изменчивости. И совершенно невозможно предположить заранее, знать, что сохранится, а что нет. Настоящая идентичность отличается от декларируемой идентичности тем, что настоящее сохраняется в ситуации изменения, и в ситуации конфликта, и в ситуации разрушения тех причин, которые вызвали в Таиду такую-то вот на сознательном уровне идентичность. Настоящая идентичность это нечто гораздо более глубокое, чем сознание. И в этом смысле национальная идентичность это то, что сохраняется в течение многих поколений, скажем, хотя бы десяти. А то, что сегодня объявлено народом, народом не становится. Если десять поколений эту идентичность сохранят, тогда можно будет об этом говорить. А сегодня до этого еще далеко, по счастью. Надеюсь, что это с Арамой Палестины не произойдет. Но это зависит уже дальше, никто не знает, куда дальше это будет развиваться. Но, тем не менее, это очень важно, что именно, когда здесь говорится не народом, то это тем, кто не имеет настоящей национальной идентичности, даже если он ее декларирует. Вот, скажем, хотя того, что Советский Союз говорил, что у нас есть новая общность людей, советский народ, оказалось, что это не так. Хотя многие так себя чувствовали. То есть, это было фейковой идентичностью. Она была-то. Многие люди говорили, что есть советский народ, как в Югославии люди называли себя по национальности югославами. Это были в основном евреи, поскольку им было трудно записаться в сербу или хорваты, то они себя считали югославами. Но и не только евреи, были и не евреи, которые себя считали югославами. Небольшое число. И также были самосознания советского народа. Но оказалось, что это фейковая идентичность. Как только прошло изменение государственных границ, она тут же распалась. Если бы это было настоящее национальное идентичность, она бы не распалась даже за поколение, два поколения. Оно может потеряться у отдельных людей, но оно не теряется у огромных групп. Вот, в этом смысле настоящая идентичность отличается от фейковой тем, что она устойчива. Поэтому декларируемая идентичность по советским народу является фейковой. Хотя она декларировалась. С точки зрения постмодернизма, это такая же идентичность, советские народы, как от lawyers и русские, да, или там французы. А на практике, окажется, это совсем не такая идентичность. И постмодернизм не умеет различать между настоящей идентичностью и фейковой. Американцам потребовалось несколько столетий, чтобы осознать себя американцами. Потому что первое поколение пилигримов, оно не было американцами. Они себя считали англичанами или немцами. Но они стали американцами через несколько столетий. Когда они осознали себя американцами, тогда они решили отделяться от Англии. А до этого у них не было такой идеи совсем.